Сложно представить, но знаем, ежегодно в Белоруссии поступают около 10 тысяч заявлений о безвести пропавших. Насколько актуальна эта проблема для нашего региона? Действительно, ежегодно мы регистрируем более тысячи сообщений от наших граждан о том, что их родные или близкие пропали. И здесь по каждому конкретному факту мы проводим доскональную проверку. Что это значит? Это по вызову выезжает следственная оперативная группа, и там работает эксперт, следователь, оперуполномоченный, участковый. Мы по крупицам собираем необходимую информацию, чтобы найти человека. В результате на сегодняшний день из более чем тысячи сообщений реально объявлено в розыск 148 человек с начала года. И 88 нам удалось уже найти. То есть по факту, чтобы зрителям было понятно, пропало не тысяча людей, а всего лишь десятая часть. Совершенно верно. То есть поступили сообщения от людей, которые не были уверены в том, что их родственник вовремя вернется домой. Зачастую в течение суток мы находим людей, и тогда уже естественно, что розыскные дела не заводятся и не проводятся дополнительные оперативные мероприятия. Как понимаю, причины в основном одни и те же, и что приятно, в большинстве случаев они не касаются криминала. Совершенно правы. На сегодняшний день мы не можем говорить о том, что по каким-то пропавшим без вести есть криминальный след. А причины... Хотя рассматриваются любые варианты. Совершенно верно. Мы не можем исключать. Любая версия берется за основу, как рабочая. Но на сегодняшний день у нас нет фактов того, что человек пропал и есть какой-то криминальный след. На самом деле причины, по которым пропадают наши граждане, довольно банальны и лежат на поверхности это отношения в семье. Возьмем, к примеру, на самую большую категорию пропавших граждан, которых у нас более ста, это люди, которые уехали за границу на заработки. В основном это люди, которые злоупотребляют спиртными напитками, и естественно, что здесь в семье их за это по головке не гладят. Плюс то, что у нас еще и работодатели в Республике Беларусь довольно суровые и не очень любят, чтобы их работник начинал утренний день с опохмелки. Поэтому они едут в Питер, они едут в Москву для того, чтобы там почувствовать иллюзию свободы так называемой. Они приезжают, получают авансы, естественно, которые сразу пропиваются. И получается, что они остаются без средств существования, а многие же вообще без сотовых телефонов едут туда. И поэтому они теряют любую связь с родственниками, и родственники начинают здесь бить колокола и говорить, что их человек пропал. Самое интересное, что некоторые после и вовсе не планируют возвращаться, хотя наши специалисты готовы оказать поддержку и помощь. Совершенно верно. У нас есть такие случаи, когда люди осознанно идут на то, чтобы порвать любые связи со своими родственниками и сбежать за пределы Республики Беларусь. Яркий пример этого года. В 2002 году был объявлен розыск гомельчанин, родственники обратились к нам. 15 лет мы не слышали, ничего не видели. Но в этом году нам удалось установить, что он находится в Смоленске. Там благополучно живет, имеет работу, семью не обзавелся. Но когда поступил запрос и его опросили наши коллеги из полиции России, он сказал, что «А зачем вы меня ищете? Я не считаю себя пропавшим без вести». Двигаемся дальше. Для осени 2017 особенно актуальна проблема пропавших грибников. Урожай в лесах более чем серьезная, рекордная, скажем прямо. Что говорит статистика? На самом деле статистика по пропавшим без вести именно в лесах, она не такая серьезная, как литры или же там огромные килограммы замаринованных или засушенных грибов. Начиная с грибного сезона, вот это вот берем август, сентябрь, октябрь, начало октября, у нас было зарегистрировано 12 случаев, когда необходима была помощь сотрудников милиции в розыске тех, кто пошел на тихую охоту. К слову, нужно будет отметить, что все эти случаи, они закончены благополучно. У нас нет ни одного летального исхода, и всех мы благополучно нашли. Здесь необходимо сказать о том, что должная экипировка и подготовка к выходу в лес играют очень большую роль. И в завершении достаточно распространенное непонятно, почему миф «пропал человек, ждем три дня и только после обращаемся в милицию». На самом деле это действительно миф, который не имеет под собой никакого обоснования. Не нужно ждать ни суток, ни трое суток, ни более. Как только вы считаете, что у вас пропал человек, он не вернулся вовремя домой, любые ваши попытки с ним связаться не уменьшались успехом, немедленно сообщайте об этом милицию. А точнее действуйте по очень простому алгоритму. В УВД Гомельского сполкома есть бюро регистрации несчастных случаев. Телефон 703-700. Девушка и операторы работают круглосуточно, и они собирают информацию со всех медицинских учреждений города Гомеля Гомельской области. Труп, не труп, они все это знают. Они моментально соединятся и посмотрят, доставлялся ли ваш муж знакомый в медицинские учреждения или же нет. А затем уже начинайте звание 102 и вызывайте сотрудников милиции. Приедем и поможем. Спасибо большое за интервью. Только хороших новостей. И до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Спасибо.